Второй вопрос еще сложнее, это обеспечение жильем детей-сирот, хотя тем перекликаются, так как ребята, часто не имея жилья, пополняют ряды у нас лиц без определенного места жительства. Здесь, конечно, и дополнительное финансирование из федерального, из регионального бюджета. И здесь обязательно прозвучала у всех уполномоченных тема того, что необходимо изменить способ обеспечения ребят жильем. К сожалению, когда ребята уже подходят к той черте, когда мы им выделяем жилье, они уже имеют семью, имеют детей. И, в принципе, вот так жилая площадь, которую мы выделяем, она становится маленькой для них. И поэтому сегодня мы говорили о том, что должны быть какие-то другие еще способы решения жилищного вопроса. Возможно, это выделение какой-то денежной суммы на ипотеку, возможно, на приобретение уже готового жилья, но должны быть альтернативные формы обеспечения жильем. То есть вопрос этот тоже. И, конечно, еще одна важнейшая тема – это социальное сопровождение. Если социального сопровождения не будет, ребята не смогут вовремя трудоустроиться, обустроиться. И, опять же, будут какие-то проблемы с этой категорией ребят. Поэтому социальное сопровождение должно быть от 18 до 23 лет, когда ребята покидают наши детские учреждения.